Привет, мои друзья! С вами Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс, с нами тоже оператор Антон. У нас уже полноценная зима, как вы видите, в Рязани она прекрасная, без снега, без всего пока. Мы решили сегодня приготовить на природе наше замечательное блюдо. Блюдо у нас будет харчо. Суп харчо, знаменитый суп. Будем его сегодня готовить по нашему рецепту. Как мы его представляем, без всяких заморочек, там все вопросы и ваши замечания пишите обязательно в комментариях. Мы сегодня будем готовить из говядины харчо. Естественно лук, это классика. Харчо без лука это не харчо. Так что лук вот все нарезали мы. Естественно это рис, мы его предварительно замочили. Петрушечка у нас зимняя, кстати еще живая. Вот петрушка отличается тем, что она ее как егель откопает в зиму. Она будет свежая и можно легко ее кушать. Также перец, морковка, чеснок. У нас есть соус кемали домашний. Любезно предоставлено теща оператора. Сама готовила. Очень вкусный, мы пробовали. Великолепный. Просто реально вкусный. Бомба. Куча специй, орешки, сельдерейчик добавим. Томатная паста, куда без нее. И масло растительное естественное. У нас дровишки там растопились. Пойдем греться, казану и готовить наш замечательный супчик. Наливаем маслице наше. И первым делом мы сейчас обжарим лучок. Вот лучок наш. Все дымит, все хорошо раскалилось. Ждем реакции. Какой звук волшебный. Вообще волшебный запах. Деревня соскучилась об этом запахе. Сейчас соседи сейчас бегут. Колируется лучок, сразу взялся. Замечательный запах. Как приятно готовить на природе. Это просто волшебство. Тепло костра. Душевность казана. Доброта оператора. Все присутствует. И еще буквально 5 минут колируем. Лучок, он уже почти готов. Добавим томат пасту и все. Будем снимать, варить бульон уже. Лучок колернулся. Мы добавляем томатную пасту. 2-3 столовые ложечки получится. Почти. Прямо буквально минуту. Пассируем нашу томатную пасту. Вместе с луком. Слышал, Диего Марадон умер, да? Там пизи. Ну вот мы, как бы у нас все спассировалось. И мы перекладываем наш лук из казана. И уже сейчас будем варить бульон. Лучок спассировали. Казан нагрелся опять. Сейчас будем мясо обжаривать. Говядину напоминаю у нас сегодня. Еще масляться немножко. И обжариваем. Мы взяли мясо без косточки. Ну, с прожилками. Бульон хороший будет, я думаю. Сейчас обжарим и зальем воду. И будем уже варить наш бульончик. Нашу основу. Хватится сверху. И уже воду нальем. Ну вот у нас колернулось. И естественно для варки мы наши бульоны, наших супов всегда используем нашу замечательную святую воду. Я сейчас любезно попрошу оператора, он мне подаст ее. Оп. Спасибо. Наша вода. Мы ее запечатываем, почти консервируем. Сходили с утреца, прогулялись до источника. У нас уже лед стоит на реке небольшой. Добавляем нашу воду. Ну вот мясо скрылось, пока достаточно. Потом вот оставшееся подольем литр. Тут остался пол-литра, может быть. Добавим. У нас есть стебель сельдерея. Также можно использовать корень сельдерея. Мы решили добавить стебель. Крупненько его нарезали. И вот он так пусть сплавает. Все остальные специи уже добавим в концовочке. Подкинем сейчас дровишко и будем варить наш вкусный харчо. Увидимся. Видно меня хоть в дыму? У нас прошло час, даже больше, час с копейками. Час двадцать у нас мясо подварилось. Достаточно мягкое, чтобы сейчас вот начинать уже закидывать наши оставшиеся ингредиенты. Начнем с риса. Здесь где-то мы закинем стакан. Наверное, не больше. Чтобы у нас не было каши. Ну вот, я думаю, еще немножко можно кинуть. И кидаем все остальное. Тоже сейчас все принесу. Также кидаем морковку и перец. Мы их не обжаривали, как лук. Решили сырым кинуть. И наш лук уже готовый. Но тоже он будет вариться с томатной пастой. Можно закидывать все не сразу, но мы решили сразу. Потому что все варится, все быстро. Рис, он дойдет потом в итоге. Все остальные специи мы добавим уже по готовности. Я не солил, ничего тоже не делал. Начинает закипать у нас сейчас на медленном огне. Чуть дровишек подкинем. На медленном огне будет все так провариваться. В течение, я думаю, минут еще 15. А может и меньше. Так что накрываем крышечкой и ждем какое-то количество времени. Потом вам все скажем, естественно. У нас прошло буквально 10 минут. Все закипело. Рис подходит. Осталось буквально довести этот суп до готовности. Он уже готов, в принципе. Добавить специи и все остальное. Так что я пойду из кадра за специями. Добавляем специи. У нас чеснок тут много. Перец душистый, горошком и лавровый лист, естественно. Все это отправляем в наш супчик. Здесь у нас грецкий орех, очень вкусный. Уцху сунели, хмели сунели, перец черный молотый и немножко приправ. Все тоже это добавляем. Наш супчик пойдет за остальными приправами. Чуть соли добавлю. Вкусная соль у нас. Ну, где-то столовая ложка. И добавляем наш вкусный домашний соус. Из сливы. Запах обалденный получается сразу. Вот мы добавили все специи. Ну, добавим для начала 4 столовые ложечки с горочкой. Он уже как джем получается. Застыл тут. Очень вкусный. Ммм, какой запах вообще обалденный. Пробуем, что получилось. Я бы соли добавил немножко. Острота отличная. И, конечно, еще немножко нашего вкусного домашнего соуса. Так что он не помешает. В итоге 8 ложечек я добавил в столовую. Обалденно вкусно. Добавлю соль и суп готов. Все, готово. Мы приготовили наш замечательный супчик. Рагу наше. Что у нас получилось? Сейчас будем пробовать. На вид очень вкусный. Запах вообще обалденный. Суп харчо. Национальная грузинская кухня. Но мы, естественно, приготовили его на свой лад. В наших условиях. И если кто-то не согласен с чем-то, пишите комментарии. Всегда ответим. А сейчас будем пробовать. Самое интересное, что у нас происходит на видео, это мы пробуем. Что у нас получилось? Обалденный суп. Ребята, в такую погоду, в зимнюю, пошел дождь у нас. Он просто волшебный. Все кишочки прогреваются. Замечательно. Попробуем мясо. Как у нас получилось? Говядина напоминает. Нежнейшая. Нежнейшая говядина. Просто тает во рту. Пробуйте, готовьте. Вот наш рецепт такой. Острий-кавказский вкусный суп. Если вы готовите его на природе, это вдвойне вкуснее. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. Всем добра мира. Так же здоровья. Пока-пока. Как называется? Харчо. Да, суп харчо у нас сегодня, если что.